МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Местные представители управляющих компаний поделились опытом, удачным. ГИС ЖКХ – это государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. Ее цель – это обеспечить граждан, органы государственной, власти местного самоуправления и другие организации официальной информации. При этом доступ к ней свободный, так как данные являются открытыми. В ГИС ЖКХ люди могут увидеть сведения о своей управляющей компании, могут удостовериться в начислении коммунальных платежей, могут увидеть всю необходимую отчетность, финансовую отчетность, годовую управляющих компаний. То есть прежде всего ГИС ЖКХ направлен на прозрачность. Как выяснилось на практике, это еще и очень удобно и для коммунальщиков, и для потребителей их услуг населения. Внедрять систему в работу начали еще в 2019 году. С 2023 года началась популяризация программного продукта – это госуслуги «Дом». Также с 2023 года стояла задача уже по переходу общих собраний в электронном виде. Лидером в этом вопросе стала управляющая компания «Запсип проминвест» из Нижнесартымского. Сначала было сложно, программа оказалась сырой. Зато техподдержка госуслуг оказалась очень отзывчивой. Сейчас нет никаких проблем провести собрание собственников. Привязка кадастровых номеров к лицевым счетам собственников помещений идет по одному клику. То есть собрание проводит система. Вся процедура упрощает действия для всех. В первую очередь, конечно, для собственников. И прозрачность. То есть видно все. Никто уже из собственников, как это было раньше при проведении очных либо заочных собраний, некоторые собственники возмущались. Мы не видели, мы не знали, мы не подписывали и так далее. С помощью системы ГИС ЖКХ управляющая компания уже решила два глобальных вопроса. Это внедрение новых тарифов и подписание новых договоров с собственниками. Сейчас решает вопрос по созданию советов многоквартирных домов. А еще новаторы помогли своему муниципалитету добавить очередную звезду в копилку достижений. Сургутский район по итогам 2023 года занял первое место по доле общих собраний, проведенных в электронном виде. Это у нас благодаря управляющей организации «Запсимпроминвест» сельское поселение Нижнесартымска.